С вами Алексей Ниц и в очередном видеоуроке я расскажу, как создать интерактивное видео, в котором зритель будет принимать непосредственно участие. Сегодня я хочу рассказать о бесплатном интернет-сервисе Adventure, сокращенно от Adventure, путешествие. Я дальше буду называть сервис именно полным словом. Такое название в полной мере отражает основной смысл этого сервиса – отправить зрителя в путешествие, когда именно он будет выбирать, что делать дальше и по какому пути ему идти. Сервис включает в себя несколько примеров, которые помогут ближе познакомиться с Adventure, но если рассказать в двух словах о работе ресурса, то он позволяет сделать различные пути, по которым будет двигаться зритель при выборе определенного варианта развития событий. Этот ресурс может стать хорошим инструментом для вас тогда, когда вы хотите рассказать о своем проекте так, чтобы зритель принимал непосредственно участие и сам делал бы выбор. Пользоваться ресурсом можно бесплатно, при этом необходимо зарегистрироваться. Важно отметить, что ваш регистрационный код вы получите не сразу, а в течение нескольких дней. Я же проделал эту процедуру ранее и залогинилсь под своим аккаунтом. Так выглядит редактор Adventure. Есть раздел Help, а также можно отправить свой запрос через форму сообщений. Для начала я назову свой проект и сохраню его. Справа находится библиотека видео, из которых и будет сделано конечное интерактивное видео. Можно загрузить свои картинки и видео со своего компьютера. Также есть связующие элементы, которые я буду использовать позже. Я подготовил несколько видеофайлов и загружу их в Adventure. После загрузки я просто перетаскиваю файлы в рабочую область. Необходимо выбрать первое видео, в котором будут даваться варианты. Для примера я создам интерактивное видео, в котором зритель сможет выбрать статью для чтения на нашем сайте. Поэтому в первом видео зрителю будут предложены варианты для дальнейшего выбора статьи. Далее я навожу на первое видео, нажимая на стрелочку, чтобы связать первое видео с остальными. Так как у меня будет два варианта, то от первого видео будет отходить два пути. Теперь войду в редактор первого видео, нажав на знак карандаша, и здесь выберу тип отображения вариантов. Это может быть как текст, так и картинки. Я выбираю картинки и загружаю миниатюры, которые будут служить кнопками для перехода зрителя к следующему видео, когда он сделает выбор. Покажем зрителю ссылку на статью на нашем сайте, после того, как он ее выберет. Для этого я добавляю элемент ссылки и связываю с соответствующими видео. Для каждого варианта я прописываю свою ссылку. Также необходимо красиво отразить эти ссылки на выбранных видео. Для этого нажимаем на карандаш для перехода в редактор видео, и опять же указываем ссылку как текст или как кнопку, используя картинку. Пора сохранить мое интерактивное видео и опубликовать. Для этого нужно перейти во вкладку Options и нажать на самую нижнюю строчку Publish. При этом видео создается, и вам на электронную почту придет ссылка. Ее также можно найти во вкладке Published. Я перейду по ссылке и вижу мое видео. Но прежде чем посмотреть, я вставлю его на мой сайт, скопируя в код видео. Желательно отредактировать размеры окна видео для корректного отображения. Теперь посмотрим видео. Появляются два варианта с названиями статей. Я нажимаю на одно из названий и перехожу дальше к видео, где могу просмотреть часть статьи, после чего появляется кнопка, и при нажатии на нее я попадаю на страницу с этим материалом у нас на сайте. Таким образом Adventure очень интересный онлайн инструмент для создания интерактивных видео, где пользователь сможет почувствовать себя участником, делая свой выбор и влияя на развитие событий.